МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты богиня. Знаю. Тебе нет равных. Загляни в столик. Это? Что за письмо? От директора школы пансиона. Они готовы принять Жанну Луизу. И где эта школа? Недалеко от Валентии. Умница. Нам надо спать. Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Играет музыка. Звучит музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да быть она и вовсе без одежды Этой женщине не место в моей труппе Но посмотрите в зал Зрители не могут отвести от нее глаз Здесь не ценители балета, а сплошные умещания и невежды Смею вас заверить, граф Костелло не поскупится, чтобы обеспечить успех нашему мероприятию А граф готов участвовать в сделке? Да, разумеется, как и оговорено в контракте Чего же вы об этом сразу не сказали? Браво! Браво! Сегодняшний вечер очень важен. Может, стоит перенести встречу с Кройдорфом? Мы потратили время и деньги, чтобы организовать эту встречу. К чему же теперь откладывать? Диагилев один из самых влиятельных импресарио. Нельзя упускать шанс поработать с его труппой Как по мне, мы прекрасно справляемся сами Матахари произвела фурор в Европе И вы ее импресарио Прекратите сие святотанство! Матахари блудница и грешница! Прекратите сие святотанство! Матахари блудница и грешница! Что вам будет угодно, сеньор? Сколько просишь за все? Пятьсот лир корзинка Я удваиваю цены, если забросаешь этих веков И их пастуха Граф, это уж слишком Вот! Граци мили! Вряд ли мне понравится это целище Прекратите сие святотанство! Матахари блудница и грешница! Великолепно! Прекратите! Г punа! Ангкор, браво! Браво! 2 Браво! Браво! Маэстро! Маэстро 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 Серафим. Маэстро Серафим. Маэстро, позвольте вопрос. В чем главный секрет оглушительного успеха Марса и Венеры, а? Все дело в вас или в музыке, в солистах, а? Уверяю вас, не я залог успеха этой постановки. И даже не музыка. Мата Хари. Вот кто настоящая звезда балета. Маэстро. Маэстро, позвольте вопрос. Маэстро Серафим. Сперва нам нужно кое с кем встретиться. Полковник Себастьян Кройдерф к вашим услугам. Признаюсь, я так спешил навстречу, что пропустил ужин. Если пожелаете, можем сначала перегусить. Если шарик быстро утонет в экрем, значит она настоящая. А если нет, получается? Получается, что шарик заколдован. Готово. Опа. Отлично. Я готов подписать контракт. Габриэль. Да, месье Дягилев. Откройте шампанское. Откройте шампанское. Нам нужно ехать в Амстердам. Прошу простить меня, месье, но я вынуждена перенести репетиции. Но это же невозможно. Я не в силах изменить график всей труппы. Это условие было оговорено в вашем контракте. Мне очень жаль. Никто не смеет отказывать Сергею Дягилеву, мадам. Месье Дягилев, возникли важные дела. Мой балет будут помнить веками, а вас забудут уже завтра. Месье Дягилев, прошу вас. Шамп чёрту! Каков наглец. И этому человеку вы хотели доверить карьеру Маргарет. Бог с ним. Важно лишь одно. Вернуть дочь. Мне кажется, ты не понимаешь. Дягилев – самый влиятельный импресарио в Европе. И что? Нужно убедить его вернуться. К чему нам этот медведь? Пускай катится в свою Сибирь. Полагаю, вы не хотели подпускать его к Маргарет. Ведь тогда она перестала бы зависеть от вас. – Прошу вас. – Не забывайте. Господа, не нужно ссор. Умоляю. Прошу прощения, граф. Пустяки. Что ж, полковник, вы готовы мне помочь? – Безусловно. – За это стоит выпить. – Вы помните наш уговор, полковник? – Да, ваше сиятельство. – Вы помните его. И я назначу вас управляющим в одном из моих имений. Хорошие жалования и возможность подворовать. – Но если нет… – Ваше сиятельство, я бы в жизни не позволил себе… – Нет. – Отправлю вас обратно в колонии, где вам и место. – Мы приехали. – Прекрасно. – Моё почтение? – Да. – Спасибо. – Пусть он граф, но я генерал. – Тише. – Граф Костелло и мадам Мата Харри… – С визитом. – Приветствую вас. Присядьте, дорогая. Что ж, приступим к делу. Я согласился на эту встречу исключительно из уважения к вашему роду и вашей стране. Что касается требований, озвученных вами в письме, я нахожу их абсурдными. – Отчего же? Мать лишь хочет вернуть свою дочь. – Она танцовщица и куртизанка. Генерал, лишь моё уважение к вашему дому и вам лично не даёт мне убить господина Маклеуда на месте и таким образом оставить бедную девочку без отца. – Да, смею считать, ваше сиятельство, что сословие и титул ещё что-то значат в нашем мире. Мы с вами представители высшего света, в то время как ваша спутница… – Я испанский грант. Третий граф Костелло. И в мире не так уж много людей одного со мной сословия. Тем более за этим столом. – Настало время представить нашего друга. – Полковник! – Полковник Кройдер! – Надо же! Ты ещё не пропил свою память? Рада за тебя! – Господа, позвольте представить вам полковника Кройдер. Полковник был командиром Маклеуда в последние годы его службы на острове Суматра. Об остальном он расскажет вам лично. Это случилось семь лет назад. Капитан Маклеуд беспробудно пил, а его супруга… Тогда вы были его супругой… – Где ты был? – В центрменском клубе. В пьяном угаре он надругался над ней. Увы, не в первый раз, но это стало последней каплей. Будучи не в силах больше выносить его издевательств, она обратилась к нашему священнику, отцу Бернару. Во имя отца и сына. Я отправил письмо в Амстердам, обратился с просьбой к сёстрам-кармелиткам. Маргарет удалось сбежать прежде, чем её супруг смог причинить ещё больше горе ей и их дочери. Они исчезли, и он больше не мог выместить злобу на своей семье. Как только я узнал о том, что произошло, я поспешил к капитану Маклеуду. Он же направился к отцу Бернару и отыгрался на нём. У него было слабое сердце. Я здесь ни при чём. Объясните, где моя жена? Вы задушили его, капитан? Нет! Нет, я пришёл лишь поговорить, но он сыпал в мой адрес какими-то вздорными обвинениями и довёл меня до бешенства. Я, поверьте, я не хотел его убивать! Не убить! И если б не она этого не случилось! Из глубочайшего уважения к вашей семье я замял дело и дал вашему брату уйти. Тот подал в отставку без лишнего шума. На все эти годы полковника мучила совесть. И она будет мучить его всегда. Ясно. И единственным, что успокоит совесть благородного полковника, будет воссоединение Жанны Луизы с этой дамой, верно? Генерал, с нашей последней встречи у вас прибавилось орденов. Наградили за то, что повергли меня в суде. Нам нужно поговорить. С глаза на глаз. Прошу любезно нас извинить. Брат, это всё грязная ложь! Изволь обращаться ко мне, мой генерал. И на «вы». Тебе понятно? Чёртов болван! Ты отдашь девочку этой женщине! Я не дам тебе запятнать моё имя! Всё ясно? Генерал, я хотел вам сказать… Ясно тебе? Вы испачкались, капитан. Мы выполним вашу просьбу. Прекрасно. Итак, завтра утром встретимся в суде. Напомните, как зовут судью? Стольбакен. Вы должны его помнить. Но на сей раз он примет решение в мою пользу. И подпишет разрешение на опекунство. Стольбакен? Почему именно он? Я едва с ним знаком. Зря вы недооцениваете себя, генерал. В прошлый раз вам хватило двух минут, чтобы переубедить его. И вы сумеете это повторить. Хорошо. Завтра в одиннадцать вы получите документы. Если желаете, можете утром немного побыть с дочерью. Что? Зачем? Мы дадим отцу возможность проститься собственным ребенком. Мы приедем за ней в полдень. Пусть будет готово. Господа. Доброе утро, генерал. Выспались? Да, благодарю. Бумаги еще не готовы. Зачем вы пришли? Хочу присутствовать при вашем разговоре с судьей. Я не могу выполнить вашу просьбу. Поймите всю сложность ситуации. Зачем вы привели ее? Мы не можем обсуждать подобные вещи… При свидетелях? Этого хотели сказать. Именно для того я и здесь. Увидеть, как заключают сделку с правосудием. Я совершил огромную ошибку, попытавшись вам помочь. И в чем ошибка? В справедливости? Прошу вас, господа. Не дайте моему присутствию смутить вас. Ваша дочь все еще замужем за штабным офицером. Да. И никто не препятствует его карьере? Нет. Значит, он будет продвигаться по службе. Подпишите. Как все просто, господа. Вы такие жалкие. Я увидела все, что хотела. Подожду бумаги за дверью. Здравствуйте, господа. Вас здесь собрал граф Костелло? Он сказал, что вы увидите судью на чистую воду. Так и есть. За этой дверью судья Стульбакин оформляет решение суда в мою пользу. После уточнения деталей с генералом Вермхер. Так решение незаконно? Абсолютно законно. Спустя столько лет я наконец добилась справедливости. Да, да. Мы в курсе всех деталей вашего непростого дела. А, вот и герои, о которых я вам успела поведать. А это постановление. Они ваши, господа. Позвольте. Но… Разрешите. Никаких вопросов. Что ж, ты добилась своего, Маргарет. Что с тобой? Ну, он. Детка, мама пришла. Ну, он. Родная, где ты? Это мама? Кто вы? Где Рудольф Маклеута, моя дочь? Мое имя Лукас Коллер. Я домовладелец этих апартаментов. Что касается капитана Маклеута… Где он? Маклеут с дочерью съехал отсюда сегодня утром, не уведомив меня. А вы его родственница, я так полагаю. Он уехал, не заплатив. Если я не получу деньги, то буду вынужден обратиться в суд. Где они? Знать не знаю. Отвечайте. Отвечайте. Я клянусь вам, я не знаю. Я лишь пришел взыскать долг. Долг? Да, долг. Конечно. Извольно выучить. Прошу, не надо. Вернись. Нет. Нет. Любовь моя. Что случилось? Они сбежали? Не беспокойся. Мы наймем лучших защитов. Мы их обязательно найдем. Это все верно Еле. Я уверена, у Рудольфа не хватило бы ни ума, ни денег на такое. По-твоему, это дело рук генерала? Но зачем ему это? Чтобы отомстить мне за то, что я поставила его на место. Он станет все отрицать и снова выкрутиться. Я хочу причинить ему такую же боль. Заставить его поплотиться. Ну, а что, если это не он? А кто же еще? Я знаю, это он. Поверь мне, ты должен мне помочь. Умоляю, пусть они ответят за все. Помоги мне поквитаться с ними. Ну, разумеется. Ну, разумеется. Это вы, Гуровец? Глава парижского сускного агентства Пинкертона? Верно, ваше сеятельство. Вы знаете, кто я? Положено. По долгу службы. Вы граф Хесус Костелло, друг короля Испании и враг премьер-министра. У меня к вам весьма деликатное поручение. Прошу вас. Сюда. Одна дама. Смею предположить, это Маргарет Зелли. У нее есть дочь. Много лет Маргарет пыталась отвоевать у супруга право на опекунство. И недавно ей это удалось. С вашей помощью. Верно. Я не в силах противиться ее мольбам. Но я убедил ее бывшего мужа, чтобы он тайно сбежал с ребенком. Дал ему денег и отправил их к проверенным людям. И теперь Мата Хари отменила все свои выступления, не выходит с дома и никого не желает видеть. Я ведь прав? Да. Я хочу подарить ей надежду. Вы должны отправиться на поиски Рудольфа и Жанны Луиза Маклеот. Но не найти их. А вы проницательны? Не льстит ваша похвала. Тем не менее, наше агентство гордится своей репутацией. И было бы неразумно запятнать ее неудачным делом. Я заплачу двойную цену. И вы будете присылать мне отчеты о ходе расследования. Не так просто создать иллюзию активного поиска. Сколько вы хотите? Тройную ставку. Завтра я вам пришлю договор. Договорились. Я понимаю, что ты не получишь это письмо, моя милая Нонна. Потому что я даже не знаю, где ты сейчас. Но я все равно продолжу писать тебе. И верю, в один прекрасный день я найду тебя. И мы прочтем все мои письма вместе. Теперь я ясно понимаю, что должна быть еще сильнее, чем прежде. И я буду сильной ради тебя. Меня никто не остановит. Я готова на все. Если мне понадобятся деньги, я заработаю. Если понадобится власть, я обрету ее, клянусь. Я найду тебя, моя родная. Что бы ни случилось. Не мешайте мне. Не мешайте мне. Прошел. Куда вы? Будьте любезны, не долгайте. Бабы Гарри! Я вас люблю! В среду мы увезли из Марселя указанного вами человека, фрау Шрагмюллер. И в пятницу его должны были переправить в Германию. Я уже в курсе, Геркрамер. Почему ему не обеспечили должную охрану? К нему было приставлено двенадцать человек, к сожалению. Но больше свободных людей не было. Двенадцать апостолов не уберегли своего Христа. А для Германии Рамон Кортес важнее Господа Бога. Откровенно говоря, мне этот кубинец показался трусом и лжецом. Он был столь напыщен и с такой готовностью раздавал нам приказы. По-вашему, это достойное оправдание? Пришли. Мы ничего здесь не трогали. Наши агенты следят за домом. Добро пожаловать. Преступники знали ваш секретный позывной. Агента, открывшего дверь, убили на месте. Он даже не успел выстрелить. Похоже, что похитители – профессионалы. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь их встретили двое ваших агентов. Одному перерезали глотку, в другого всадили нож. Выскочил четвертый. Успел сделать несколько выстрелов, прежде чем его застрелили. Он умер мгновенно. Похитители направились вверх, где их встретили еще двое. Их они тоже убили. ВЫСТРЕЛ 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 Этого ранили двумя выстрелами. И прикончили контрольным в голову. ВЫСТРЕЛ Ну, похититель кое-что нам оставил. Не беспокойтесь. Теперь вы под моей защитой. Они говорили то же самое. Упокой Господь их души. Зачем я ввязался во все это? Еще один такой ход и партия завершится. Ша. Элизабет, будьте любезны, оставьте нас. Кортесов похитил Хесус Костелло. Он оставил свой фамильный герб. Человек, обладающий ключевой для наших переговоров с американцами информацией теперь в руках Костелло? Да. Мы будем все пути выезда из страны. Вынудим Костелло залечь на дно и искать другой способ переправить Кортеса через границу. Отлично. В вашем распоряжении все агенты в Испании, Франции и Англии. Но вы должны действовать быстро и умело. Операция такого масштаба не сможет долго оставаться тайной для наших врагов. Соглашусь. Надо найти кого-то из приближенных Костелло, кто нам поможет. Уже есть вариант? Идеальный кандидат. Вы слышали о некой Ма Тахаре? Шах. Вы меня отвлекли. Танцовщица? А также любовница графа. Хорошо. Можете попробовать. Попробовать. Я не пробую, полковник. Я делаю. Шах и мат. Чаще. Я делаю. Я делаю. О, слава Богу, это вы. Я был вынужден надеть это рванье и шататься по кварталу художника в два часа, чтобы избавиться от любой слежки. Итак, вы хотели увидеться со мной. В чем дело? Я здесь с ума схожу. Когда я смогу уехать? Как только будет возможность. Это не ответ на мой вопрос. Вы позвали меня за этим? Не совсем. Я нарисовал портреты офицеров, которые обсуждали подрыв корабля. Я работал в порту, писал картину. Гавана так прекрасна ночью. И вдруг произошел взрыв. Я увидел, как полыхнуло пламя. Люди горели заживо, другие тонули. И тут я вспомнил, как те офицеры говорили о взрывчатке. Которая должна была взорваться в определенный час. И если бы я тогда понял, о чем они, то успел бы предупредить матросов. Американцы. Знаете имена? Откуда? Тем людям я тоже их нарисовал. Немцам? А они что-нибудь выяснили? Не знаю. Они дали мне карандаши и бумагу и заперли в клетке. В точности, как вы. Но с ними я хотя бы переезжал с места на место. Хватит ныть. Наберитесь терпения. Скоро вы отправитесь в Испанию. Дадите показания. И мы вас отпустим. Привет, ваша дьяволица. Поехали. Граф лишился рассудка. Он повсюду является с этой дамой. Это уже переходят все границы. У Костелла есть деньги и власть. Но терпение короля не безгранично. А, добрый вечер, мой дорогой друг. Добрый вечер, сеньор посол. Граф, рада вас видеть. Да, конечно. Сама интересная, что ли. Простите, вы Мата Харри? Я большая поклонница вашего таланта. Моё имя Элизабет Крамер. Я супруга доктора Крамера. Мой муж представитель концерна Крамер здесь, в Париже. Материна. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне очень жаль, простите ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой, рекомендациям графа Костелло и Мата Хари можно доверять Да, граф и его очаровательная подруга наши клиенты уже многие годы К сожалению, нам пока не удалось отыскать то, что она ищет Если даже вы бессильны, то никто ей не поможет Так, кстати, считает и сам граф Всего доброго, месье Гордец До свидания Всего хорошего Вы нашли Одно из писем Костелло в агентство и банковские чеки за то, чтобы они тянули с расследованием Если Маргарет узнает, у графа будут очень большие проблемы Значит, она в наших руках Посмотрим Нужно действовать предельно осторожно В письме он упоминает об одной деревне в Вителе Думаю, Маклеуд с дочерью там Интересно Что Костелло делает? Хочет всех сбить со следа Отправляет липовых кортесов через все границы Вчера мы перехватили одного в Пиренеях На это наших сил хватает пока что Что значит пока что? Если он зашлет несколько кортесов одновременно Мы упустим настоящего Граф не станет так рисковать Мы обязательно его найдем А пока что никто, даже похожий на кортеса, не должен пересечь границу Мы выведем Костелло из себя И он обязательно совершит пробу Согласен Замечательно Благодарю, благодарю Еще одну партию Позвольте нам с Габриэлем взять реванш Что скажете, Элизабет? С удовольствием, давайте повторим Но проигрывать я не собираюсь Ваше сиятельство, вы чем-то обеспокоены? С чего вы взяли? О, такого раньше со мной не бывало Я могу вам чем-то помочь? Уверяю, вам не о чем беспокоиться Займитесь старапиной Что за напасть, Граф, право Опять неудача Итак, да, мы выиграли Снова Чем вы опечалены, дорогой мой? Так, пустяки, дорогая Просто мне вновь выпали плохие карты Вы проиграли Теперь должны выплыть наши желания Все, что пожелаете, кроме выдачи Государственных тайн О, я обычная женщина К чему мне государственные тайны? Итак, что же мы заставим их делать? Я покажу карточный фокус О, Габриэль, не смеши Нет-нет, отчего же Обожаю подобные вещи Прошу вас, месье Острюк Возможно, вам пригодится колода Да, вы совершенно правы Без нее никак Тяните карту, любую Хорошо, вот эту Нет-нет, вот эту Запомните ее и положите обратно в колоду Итак Смотрите внимательно Ждите здесь На Тороса мы больше не можем рассчитывать Покажите ваши лица, господа Торос это который? Тот торгаш из Каталонии? Угу Его нашли с перерезанным горлом Да и черстным А что остальные? Один ранен, второй жив-здоров А людям из Марселя повезло меньше Одного убили, второго тяжело ранили А что с Эйс? Он должен был попытаться сесть на поезд Нам только что поступил звонок Он мертв Сорвался с поезда, либо сам спрыгнул, либо его оттуда сбросили Дьявол Эти свиньи смогли перекрыть все выходы Кто? И почему? Объясните мне, что происходит Ходят нелепые слухи, что Францию наводнили немецкие шпионы Мы кого-то укрываем? Я пыталась вернуть дочь законным путем Нашла честного судью Но вмешался брат моего бывшего мужа, генерал Под его давлением на судью Рудольф смог отнять у меня дочь Мамочка! Мамочка! Тогда я утратила веру в закон Продала свою душу и тело, чтобы вернуть ее Но едва получила опекунство, как нон выкрали Думаю, Рудольф увез ее в голландские колонии Будь они в Европе, их бы уже отыскали Сердце разрывается А вот этот не распечатан Вскроем его? Если хотите Отчет присылают каждую неделю Но всегда пишут одно и то же Не нашли? След утерян Но не теряйте надежды Мы приложим все усилия Ну что, я угадала Так и есть В общих чертах Я хочу вернуть дочь И наказать Рудольфа за то, что украл ее Жажда мести так утомила вас Вам стоит отдохнуть Вы так считаете? Поедемте в Витель Горы, леса Свежий воздух Прогулки, лечебные воды Будем наслаждаться природой Возможно Спасибо И как часто нужно пить эту воду? Шесть раз Три приема до обеда И три после Отвратительно Я бы ни за что не согласился А мне здесь нравится Так тихо Вы были правы Я ощущаю прилив сил Замечательно, но не будем забывать о веселье Поедете кататься? Я поговорила с хозяином Он предоставит лошадей Какая прекрасная идея Я столько лет не ездила верхом Прекрасно Навестим скромную горную деревушку при монастыре Оттуда открывается чудный вид Еда простая, но очень вкусная А тебя мы с собой не возьмем Как пожелаете Я в предвкушении Какие новости о Костелло? Мы следим за ним Но он крайне осторожен И не навещает Кортеса лично А шпионить за всеми его людьми Мы, увы, не можем Послушайте Насчет нее надо что-то решать И как можно скорее Все не так просто Она не должна узнать раньше времени И хватит уже говорить о деньгах Довольно Прости меня, дорогая, не сердись К сожалению, я вынужден вас покинуть Мой поезд отправляется через час Вот и поезжай Всего доброго До свидания Что-то случилось? Нет, нет, не беспокойтесь Ничего нового Только скажите Я с радостью вас выручу С радостью Спасибо Благодарю вас, Грета Чудесная деревушка Я так проголодалась Простите, где здесь можно пообедать? Наверху будет таверна Благодарю Спасибо А променад нам не повредит Нам сюда Добрый день все Нам сказали, у вас можно отобедать Милости прошу, мадам Меня зовут Лотар Прошу сюда Руди, будь добр Накрой стол для этих дам Какой чудесный вид, Маргарет Ты только посмотри Это невозможно Руди Руди Рудольф Глазам не верю Я... Я... Где Нонна? Где моя девочка? Она... Что ты сделал с моей дочерью? Я... Отвечай Подлец, мерзавец Ты сломал мне жизнь Не уничтоживайтесь Я тебя уничтожу Я тебя уничтожу А что вы делаете? Остановитесь Это твоя мать, Нонна Нонна, милая моя А как я по тебе скучала? Нет Нонна Трудно в это поверить Тут что-то не сходится Вы нашли свою дочь Вы нашли свою дочь Это самое главное Вам необходимо поесть Так вы теперь замужем за Рудольфом? Да, конечно Иначе нам не позволили бы жить при монастыре И полагаю, вы здесь работаете? Да, помогаю по хозяйству С этой минуты я сама позабочусь о дочери Вам ясно? Мама, я пришла помочь Спасибо, Нонна И давно вы здесь? Уже много лет В день, когда ты пришла Вместе с графом в дом моего брата Я Получил письмо С указаниями В конверте были деньги И мы уехали От кого было письмо? Я до сих пор не знаю Я посмотрю Дорогой мистер Маклеуд Если вы последуете этим инструкциям Вы сможете сбежать со своей дочерью Нонна Я не узнаю этот почерк Прибыв сюда, я был исполнен злобой и начал пить Но меня разлучили с бутылкой заставили работать Я послушался и обрел здесь свое счастье Мне здесь нравится И Нонн тоже А у нее был выбор? Ты права Она может уехать с тобой Если пожелает Маргарет, ты прости меня Хорошо Нонн, пожалуйста Пожалуйста Любовь моя Подойди к маме Прошу тебя Хочешь поехать со мной в Париж? А? Я богата Смогу обеспечить тебе прекрасное образование Дать тебе все Что пожелаешь И откуда у тебя деньги? От твоих любовников Мне не нужны деньги, распутница Почему ты так говоришь? Что ты ей наговорил? Мать настоятельница выписывает газеты Она знает, что я твоя дочь Она говорит, что я должна молиться о спасении твоей души и своей Ведь я сквернена с самого рождения Прости меня, мне так жаль Поедем со мной Я тебе помогу Я с тобой никуда не поеду Иисус Спаситель наш сказал, что надо б на умереть не согрешив А не провести жизнь в грехе и отправиться в ад Но, это ведь твоя мама Нельзя так разговаривать с матерью Это большой грех Но Нет Я поговорю с ней Пусть Вы себя не щадите, Эльза Мне скоро станет лучше Поездки так утомительны Почему вы оставили ее в Вителе? Я хочу, чтобы она отчаялась Сейчас она думает только о том, как вернуть свою дочь Но когда она поймет, что уже поздно Ей захочется отомстить А не слишком ли вы усложняете? Она ведь обычная танцовщица Да, но она совсем не так проста, поверьте Лучше действовать не спеша и осторожно Наши американские агенты сообщили, что испанцы получили копии портретов тех самых офицеров Мы считаем, что портреты нарисовал Кортес Чертов кубинец Теперь многое зависит от вас, Эльза Если они найдут тех людей и свидетеля Почему монашки решают, когда можно встретиться? Ты знаешь, мне тоже приходится спрашивать их разрешение Но она много времени проводит с ними и ей здесь очень нравится Я осталась здесь ради нее, а она не желает со мной разговаривать Она так изменилась Ты тоже сильно постарел Ну и поумнел немного, надеюсь Прости меня за все страдания, что я тебе принес, Марк Ты много пил и не всегда осознавал, что делал Это не оправдание Я нервничаю Понимаю Что вам угодно, мадам? Я хотела обсудить с дочерью ее будущее И каким оно вам видится? Она вырастет достойной, образованной молодой женщиной Выйдет замуж И кто же поведет ее под венец? Вы? Или кто-то из ваших покровителей? Газетам нельзя верить Я актриса И все слухи обо мне выдумка, чтобы поддержать интерес публики И продать свежие выпуски Довольна Но Мне не о чем говорить с этой дамой Что общего света с тьмой? Именно так сказано в Писании Я смогу вас убедить, вы знаете сколько у меня денег Это не важно Я заплачу вам сколько угодно Прошу вас Деньги все решают Пожалуйста, подумайте Мои деньги не хуже других Не верится, что ты был женат на такой женщине Мне и самому верится с трудом Как вспомнишь, что я творил Такие женщины склоняют нас к злу Поверь мне Поэтому и говорят, что женщина – сосуд полный греха Возможно Но я считаю, что каждый сам решает Испить ли из этого сосуда Бумаги об опекунстве М? Они мне ни к чему Она уже не моя дочь Как мне больно это признавать Я никогда про нее не забывала Ни на минуту Но была вынуждена научиться жить без нее Теперь мне придется учиться жить и без надежды Идем Убийник 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 Грета, я здесь! Моя дорогая, я получила ваше письмо из деревни, как ужасно. Я в порядке. Вчера меня вдруг осенило, что все это время я боролась не за Нонну, а все, что мне было нужно, это отомстить Рудольфу и доказать ему, что будучи женщиной, я гораздо умнее его, да и любого мужчины. Понимаете? И я вправе утверждать, что мне это удалось. Несомненно. А что касается Нонны, будь она со мной, я не стала бы той, кем являюсь сейчас. Кофе? Нет, нет. Погостив у лотара, я пристрастилась к глинтвейну. Я вас поддержу. Два бокала глинтвейна, пожалуйста. Но я хочу выяснить, кто написал то письмо и организовал побег. Нет необходимости. Считаете, не стоит и пытаться. Я знаю, кто его написал. Секретарь при посольстве Испании в Париже. Македо. Вы знакомы? Да, верно. А вот тебя я, видимо, совсем не знаю. Значит, это ты нашла Рудольфа и подстроила нашу встречу? Нет, не я. А мои люди. Ну, кто они? И что еще важнее, кто ты? Мое имя Элизабет Шрабмюллер. Я работаю на главу германской разведки. Это безумие. С какой стати германской разведки вообще мне помогать? Отвечай на вопрос. Присядь, Грета. Присядь. Нам нужен Костелло. Это он попросил Македо написать письмо. Все это время он посылал деньги в монастырь. И платил сыщикам Пинкертона за бездействие и молчание. Можешь это доказать? Да, у меня есть все бумаги в номере. Я хочу взглянуть. Разумеется. И хочу знать, что кайзеру нужно от меня. Мы ищем одного человека. Костелло уже несколько месяцев пытается переправить его в Испанию. Нам нужно, чтобы ты разузнала, где Костелло его прячет. И так, что за переполох в агентстве Пинкертона? Их тревожит один вопрос, но вам не о чем беспокоиться. Горовиц считает, что один из его людей выкрал некие бумаги. И, возможно, несколько наших писем попали в руки похитителя. Включая переписку о Маклеуде. Он полагает, что это случилось после визита Читы Крамеров. Что значит он полагает? Письма пропали или нет? Никто не знает, какие именно бумаги были украдены. Ясно. Узнайте все. Немцы могут попытаться подобраться к Маргарет. Я поступил с ней подлый, и она не должна об этом узнать. Я все выясню, господин. Но, с вашего позволения, кажется, вы ее несколько переоцениваете. Не ваше собачье дело, сеньор Македо. Займитесь Крамерами. Вам ясно? Как скажете. Меня уже ожидает посол. Так что исполняйте. У тебя в комнате слишком холодно. Зато здесь есть отдельный выход. Итак, что ты намерена предпринять? Костелло ищет способ переправить этого человека в Испанию. Позволим ему это сделать? Я отправлюсь в Мадрид с представлением. Он не упустит такой шанс. Да, не могу не согласиться. Меня волнует лишь одно. Этот промах его погубит. Ты имеешь в виду, дискредитирует? Нет. Я хочу знать, потеряет ли он все, что имеет. Ты так сильно жаждешь крови. Он обманул меня. Я хочу поквитаться. Так что же? Боюсь, Костелло слишком крупная фигура. Этот провал, безусловно, скажется на нем, но вот погубить не сможет. Вот. Тогда нам придется изменить планы. Свяжусь с тобой. Если понадобится. Завтра отправлюсь в Париж. Костелло уже знает об этом. Надеюсь, тебе хватит сил сохранить самообладание. Не волнуйся. Ты получишь, что хотела. А я свое. Убили итальянца. Должностное лицо из Ватикана. Вы хоть понимаете, какой это грандиозный скандал? Когда же это закончится? И повернитесь ко мне лицом. Не вынуждайте меня беседовать с вашей спиной. Это немцы убили итальянца. Причем здесь я, господин посол. Они кого-то искали. Опять. Вот только кого. Я не в праве вам сказать. Правительство Италии в бешенстве. У них не хватит смелости обвинить Германию, но отыграются на нас. Я сожалею, поверьте. При первой же возможности я без колебаний от вас избавлюсь. Не совершайте промахов, граф. Ну и кашу мы заварили. И поэтому Костелло начнет суетиться. А итальянцы будут ждать нашего сигнала. Оглянись. Какая красота. Похоже, этот юноша в сером костюме за нами шпионит. Совершенно верно. Он уже добрые полчаса ходит за нами следом. Если только он не мой тайный воздыхатель, то видимо Костелло занервничал. Как не вовремя. Нам стоит разойтись. Если он последует за мной, он лишь влюблен на юноши. А если пойдет за тем, у кого записка… И кому мне ее передать? Бакалейщику. Это лишь старый счет. О, дорогая, не слишком увлекайся променадом. Вдруг снова пойдет дождь. Увидимся за ужином. Разумеется, дорогой. Увидимся. 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 и обсудить все детали. Прекрасно. Вот и он. Поговорим позже. Здравствуй, любимый. Я так соскучилась. Я тоже. Пойдем наверх? Не сейчас. Мне нужно выпить. Прости, дорогая. Мне тут нужно кое-что обдумать. А тут я докучаю тебе своей любовью. Не сердись, милая. Я не сержусь. Что такое? Где Анна? Почему она не открывает? Совсем забыла. Я ее отпустила. От Габриэля. Предлагает выступить в Мадриде. Но я не хочу ехать одна. Мы и так часто в разлуке. Непременно соглашайся. Тебя там обожают. И климат теплее. Поедем со мной? Боюсь, я не могу. Отчего же? Мы с премьер-министром заклятые враги. Он убил моего брата на дуэли. Наш король отправил меня в Париж. Чтобы избежать кровной мести. Тогда я велю Габриэля все организовать. Я помогу всем, чем смогу. Спасибо, любовь моя. Спасибо. 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 А затем выключат свет, и мое тело увидит лишь на мгновение. Ты восхитительна. Великолепно. Просто чудесно. Как жаль, что я не смогу попасть на премьеру. О, очень жаль. Зайдешь ко мне в гримерную? Идемте. Хорошо. Я жду. Спасибо. Спасибо. Проходи. Когда вы уезжаете? Послезавтра. Я так устала. Ты мне не поможешь? Я отпустила прислугу. Конечно. Заходи. Не смущайся. Помоги. Будь добра. Итак, ты должна будешь перенять… Нет, подожди. Сначала я скажу, что нужно сделать тебе. Я придумала, как уничтожить Кастелло и в то же время тебе помочь. Поскольку граф уже не сможет меня содержать, мне потребуется новый благодетель. И кто? Кайзер. Подай полотенце. Расскажи, что ты задумала. И я незамедлительно сообщу об этом своему руководству. Договорились. Это можете смело убирать. Мадам пока еще не определилась с репертуаром. Прошу прощения. Нам надо поговорить. Наедине. Она уже выбрала наряды? Пока что нет. Мы точно решили, что она исполнит фламенко, но с остальным пока не определились. Окажите мне услугу. Конечно. Мой добрый друг – большой поклонник Матахари. И мечтает отправиться с вами на гастроли. Инкогнито. Так, почему бы ему не последовать за нами? Он не хочет раскрывать свою личность. И готов щедро заплатить. В таком случае я не против. Он встретится с вами на вокзале. При себе у него будут документы на имя Энрике Суареса. Рассказать об этом Маргарет? Она знает. Знает так же мало, как и… Знает достаточно. Энрике Суарес. Запомните имя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова НТВ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Месье Острюк, господин премьер-министр желает видеть человека, которого прислал граф Костелло. Позвольте проводить вас к нему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господин премьер-министр, это месье Острюк. Он отведет вас к человеку Костелло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, все в порядке. И это именно тот, кого мы так долго ждали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто вы? Я буду говорить только с премьер-министром или королем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы будете говорить с премьер-министром, если вы Рамон Кортес из Гаваны. Моё имя Сигизмунда Ареттан. Я знаю. Граф показал мне вашу фотокарточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вас много наград, полковник? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это какой-то абсурд. Я не организовываю... Я лишь следую указаниям. Мне было велено арестовать вас и выслать в Испанию. Но вы же знаете. Я ничего не знаю. Вы изволили держать меня в неведении, так что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идемте. Письмо графу Костелло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой любезный граф, вы умный человек. И, полагаю, в эту минуту уже догадались, что именно произошло. Вас скоро казнят за убийство премьер-министра Испании. Стражи порядка не сомневаются, что именно вы подослали убийцу. Так как знают, что вы отправили Кортеса со мной на гастроли. Мои друзья из Германии давно его искали. И теперь, благодаря вам, мне удалось посодействовать их встрече. А его место занял другой. К заданию готов. Отлично. Безусловно, подставного Кортеса застрелили, как только он убил премьер-министра. Якобы по вашему приказу. Да. У вас все в порядке? Да, все просто прекрасно. Вы, сеньор Суанцамый. А принесите нам шампанского, лебезный. Это... Так что никто не знает правды, кроме нас с вами. Прощайте, мой милый граф. Кажется, он все понял. Исчел, что получил по заслугам. Как трогательно. Ты говорила с начальством? Тебе удалось впечатлить мое руководство. Приятно это слышать. Теперь щита Костелло арестуют, а его самого казнят. Это уже понятно. Умидо сказал мне об этом. Он заменяет премьер-министр. Как тебе удалось так легко подчинить его? Показала ему ночью пару трюков. Тех самых, что так восхищали почти покойного Костелло. Так, Элизабет. Теперь, когда я лишилась графа и его средств, я рассчитываю на компенсацию. Чего ты хочешь? Неужели ты не знаешь? Тебе нравится вертеть людьми. Это твое призвание. А, Элизабет, ты уже все поняла. Разумеется, я обожаю деньги и славу. И мне плевать на нравственность и принципы. Я с радостью продам себя тому, кто предложит больше. И если это будешь не ты, значит, кто-то другой купит меня. А ты будешь кусать свои локти, что упустила такую возможность. Хочешь скрепить сделку кровью? Я предпочитаю чек. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Добрый день, Герк Рамер! Добрый день! А я уж было решил, что вы забыли про меня! Простите, что заставила вас ждать! Как прошла поездка? О, утомительно! Однако я готова к своему следующему заданию! К нашему заданию, дорогая Маргарет! Только близкие друзья зовут меня Маргарет! Для вас я Мата Хари! Продолжайте! Продолжайте! Похоже, вы возомнили о себе невесть, что! Возможно! Но, по-моему, это вы слишком высоко задираете свой нос! Хотите впечатлить меня? Что написано в той статье, которую вы читали? М? Не могу вспомнить! Не можете вспомнить! Ну, конечно, ведь в это время вы стояли у окна и сверлили меня взглядом! Думали, я вас не замечу, а? Довольно ваших детских игр! Нас ждет серьезная работа, в конце концов! Мне было сказано, что задание займет пару дней! И я не желаю провести здесь ни одной минуты больше, чем того требует дело! Как пожелаете! Присаживайтесь, будьте добры! Пожалуйста! Нам нужен этот человек! Теофиль Растиньяк! Работает во французском консульстве! Агент Жоржа Ладу! Красивый! Это хорошо! Мне его соблазнить? Мадам! Ваши методы мне не известны! Мои методы на высоте, вы уж поверьте! И к тому же они очень эффективны! Вы такой трогательный, когда в замешательстве, мой милый Густав! Еще указания? Да! Первое! Только близкие друзья называют меня Густавом! А для вас я Гер Крамер! Второе! Этот человек ожидает послание, письмо, записку или нечто подобное из Бельгии! Нам нужно знать содержимое письма! Такой мужчина должен знать долг в женщинах! Что ж, он уже перещупал всех шлюх в этом городе! Так что, уверен, у вас не возникнет сложностей! Не сомневаюсь! Пусть посетит мое выступление! А дальше я сама! Это мы легко устроим! Доброй вам ночи! Александр Буствğ Иисус Смех Добрый день, Гирка Прал. Добрый день. Угощайтесь. Так что же, теперь проволоку по всей границе натянут? Да. Когда отдавали приказ, говорили, мол, не спешите. А теперь велено уложиться в три дня. Выходит, мы разделим барле? Границы ведь проходят аккурат по той улице. Точно не знаю, но если это так, приберем городишко к рукам. Голландцы не заметят. Я продаю колючую проволоку. Обычная неплохо сдержит скот. А человек легко пролезет, особенно ночью, когда дозорных не видать. Вы так считаете? Давайте проверим. Заключенные воровали с наших военных заводов. Пусть кто-нибудь попробует перелезть. Почему бы и нет? Встать смирно! Рядовой, подойдите. Покажем, как работает наша проволока. Слушаюсь. Есть кто голодный? Еще бы, не сомневаюсь. Так кому хлеба? Кто выйдет первым, получит пол буханки. Что, нет желающих? Тогда придется его выбросить. А, у нас есть добровалец. Настоящий мужик. ГОВОРИТ ПО-КЕЙНОСИ Моя благодарность. Видите его? Он только что вошёл. С удовольствием займусь этим юнцом. Благодарю за танец. Заимно. Господа, мы начинаем наш аукцион. Сегодняшний приз не один, не два, а три. Три билета на выступление единственной неповторимой, несравненной Мата Хари. Итак, господа, самая желанная женщина Европы будет танцовать для вас. Ваши ставки, господа! Похоже, ваш план провалился. А может, он просто не слышал о вас? Не исключено. В этом случае вы переоценили мою популярность, а не я. Сделайте что-нибудь. Господа, прошу вас, не спешите. И позвольте даме приобрести последний билет. Ну, а его цена — триста франков, мадам. Я всё отдам, чтобы увидеть Мата Хари. Хотя, пожалуй, я готова рискнуть и поставить билет на кон. А в партию — бакара. И какую же сумму вы готовы поставить, мадам? Одну тысячу франков. Надо же! За прекрасный Мата Хари! Мата Хари! Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! Месье Мело! Давненько вы не заглядывали. Погряз в работе. Мне, как обычно. Мадемуазель, позвольте усталому путнику отдохнуть в тени вашей красоты. Только если не заставите меня скучать. Вам привет из Белграда. Воды реки Дрина холодные, но согреваются сербской кровью. Вас ожидали ещё вчера. Мы пытались замести следы. Теперь запутаетесь в колючей проволоке. Вы нам поможете? Разумеется. Наши соратники не оставят вас в беде. Агенты французской разведки. Растенья Колоду. Слышали о них? Прошу вас, идёмте. Афрау? Я лейтенант Бах. Пограничная служба кайзера. Вы подозрительно себя ведёте? Прививите документы. Вам незачем так нервничать. Господин офицер! Прошу прощения! Мерзавец! Прошу прощения, я не нарочно! Я не нарочно! Простите! Простите! Девятка. Я сыграю. Вдруг мне повезёт увидеть вас на сцене. Как вам угодно. Но не переоцените свои силы. Слышал, все хорошие места раскупили. Остался лишь балкон. Отличная новость. В таком случае я подниму ставку до двух тысяч. Поддерживаю. Поддерживаю. Документы. Документы. Вы давно в городе? Да. Документы. Да. Новый год. Спасибо. Двойка. Восьмёрка. У меня нет больше денег. Какой красивый перстень. Фамильная драгоценность. Да, я не знаю. Верно. И стоит немало. Тогда я добавлю и другой приз. Возможно. Разумеется, лишь в случае, если вы выиграете. Восьмёрка. Восьмёрка. Семёрка. Полагаю, вы сегодня со мной отужинаете? Ну, конечно же, нет. Я сказала, возможно. Билет ваш, но остальное придётся заслужить. А как же ваш выигрыш, мадам? Раздайте прислуги. Какая женщина. Посмотрим, кто кого. Удачи. Входи. Тише. Ты встретилась с Мело? Они в курсе, что проволока потоком? Да. Они ищут решение. Возможно, удастся отыскать лазейку. Я бы предпочёл сербов или русских. Хорошо, что мы решили разделиться. Ведь они ищут пару. Высокого мужчину и женщину-славянку. Да. Но мы потеряли очень много времени. И, возможно, наш план не сработал. У них не хватит людей, чтобы охранять всю границу. А им и не надо. Они пустили электрический ток по проволоке. Стоит коснуться — умрёшь на месте. При мне, забавы ради, так убили французского солдата. Они словно звери. И теперь их полно в Белграде. Если мы их не остановим, что случится с моей страной. Мне очень жаль. Что ж, им не войти в Петербург. А мы доберёмся до Берлина. Я обещаю. Мне пора. А тебе надо отдохнуть. Не уходи. Почему вы не приняли его приглашение? Я считаю, что вы переоцениваете свои силы. Вы излишне полагаетесь на своё очарование. Не только очарование, но и опыт. Я разбираюсь в людях. Вам же не советую рассчитывать на эти качества. Их нет в числе ваших достоинств. Если провалите это задание, то… я вас уничтожу. Именно я докладываю в штаб командования. Не забывайтесь. Похоже, это вы забываете, с кем имеете дело. Я не доставлю вам удовольствия своим промахом. И нас не должны видеть вместе, пока задание не будет выполнено. Учтите, что без моей протекции вы пропадёте. Зная ваши методы, я думаю, что пропаду, доверив вам свою безопасность. Могу показаться самонадеянной, но я пока что не встречала человека, способного меня обыграть. Добрый вечер. Месье Ладу, что вы здесь делаете? Я хотел с вами поговорить. Вы готовы принять бельгийских гостей? Да. Я жду сигнала. Сегодня вы познакомились с Матахари, не так ли? Да. Мы сыграли пару партий. Вас не удивляет, что эта женщина появилась в вашей жизни именно сейчас? В моей жизни много женщин, капитан. И я всегда готов пустить в неё ещё одну. Мне это хорошо известно. И до сего момента мне было плевать, кого вы тащите в койку. Ну, а сейчас я вынужден настоятельно просить вас отказаться от встречи с этой дамой. Так значит, вы считаете, что она шпионка? Безусловно. И очень опасно. Я давно наблюдаю за ней. Тогда почему не арестуете её? Она крайне осторожна. А ещё у неё есть связи. Неужто вы решили, что вы первые, кого она пыталась соблазнить? В её постели побывало много влиятельнейших мужчин. В таком случае приз становится ещё более ценным. Лейтенант, я приказываю вам прекратить видеться с Мата-Хари. В противном случае я отдам вас под трибунал. Ясно? Конечно. Конечно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЯ МУЗЫКА СПОКОЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА